Субтитры создавал DimaTorzok 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 И вскоре Всевышний Аллах Субтитры создавал DimaTorzok На это посланник Аллаху ответ говорит «Я не буду доволен, говорит, пока хоть один человек из моего умата будет находиться в аду. За всех буду заступиться и делать шафаат. Я не буду доволен, говорит, из моей общины хоть один человек, он пока будет находиться в аду. Вот таким образом, дорогие братья за нас с вами переживу, посланник Аллаху алейхиссалам, и далее рассказывается Аиша, разъяллаху алейхиссалам, она говорит, однажды увидел посланника Аллаху алейхиссалам веселым, я попросил, говорит, я Расуль Аллах, о посланник Аллаху, делай за меня дуа. И в ответ посланник Аллаху алейхиссалам говорит «О Аллах, прости грехи Аиши, предыдущие и будущие, явные искрытие». И говорит посланник Аллаху алейхиссалам «Обрадовало тебя то, что я за тебя просил Всевышнего Аллаха». И Аиша говорит «Да, как же не обрадовать, когда ты просишь за меня». И посланник Аллаху алейхиссалам говорит «О Аллах и говорит, клянусь свящим Аллахом, после каждого намаза я прошу за каждого человека из моего умата, за нас с вами, за каждого человека, говорит, после каждого намаза посланник Аллаху алейхиссалам просит «О Аллах, прости им грехи, предыдущие и будущие, явные искрытие». Поэтому, дорогие братья, как не любить пророка алейхиссалам, который вот таким образом за нас с вами переживает, просит, делает дуа, а ради посланника Аллаху алейхиссалам мы что делаем? «Хотя бы в судный день у нас будет сказать, что ради тебя мы посетили вот такой мачлис, где тебя восходят с ними, и мы читали на тебя салават». «Хотя бы, чтобы это было, дорогие братья, в судный день ответом, может, и это спасет нас в судный день, мы не знаем, какой поступок станет причиной счастья Ахирата». Поэтому, дорогие братья, чтобы мы посетили часто вот такие мачлисы. Далее, вот несколько признаков любви посланника Аллаху алейхиссалам. Первый, здесь написано, дорогие братья, о книгах, подражание ему посланнику Аллаху алейхиссалам. Вот в наше время, вот в нашей обществе принято, что наши и дети подражают спортсменам и кинозвездам, актерам. Но посланник Аллаху алейхиссалам, зная, как он за нас с вами переживал, и когда Аллаху Тааля в Коране говорит Вот это и становится причиной того, что, дорогие братья, на нас не спаселают беды, и Аллаху Тааля не принимает наши мольбы. Поэтому, дорогие братья, мы должны знать жизнь и описание посланника Аллаху алейхиссалам. Вот второй признак, и в книгах написано, изучение, жизнеописание посланника Аллаху алейхиссалам, является признаком любви пророка, алейхиссалам. Потому что в книгах написано, в книгах фиқхе бывает написано, Первое обязанность родителей, даже до того, как обучать своих детей к намазу, чтобы они обучали своих детей к жизнеописанию пророка Мухаммада. Минимум необходимое, что нашего пророка звали Мухаммада, алейхиссалам, что родился в Мекке, переселился в Медину, там умер, похоронен. Сколько жен, детей, дорогие братья, вот это мы должны сами знать, и чтобы мы передавали и своим детям тоже. Далее, вот признаком, один из признаков любви посланника Аллаху алейхиссалам является, вот чтение салавата, вот частое чтение салавата пророка Алейхиссалам. Здесь тоже было сказано о достоинстве салавата, дорогие братья, давайте себе зададим вопрос, вот в течение дня, сколько раз я прославляю, сколько раз я читаю салават пророка Алейхиссалам. Есть определенная категория людей, которые утром и вечером по сто раз они читают салават пророка Алейхиссалам. Это минимальное задание их, и есть которые 300, 500 и 700 раз они читают, и не оставляют. Если хотите знать, в чем заключается мудрость того, что не пропуская они читают салават, спросите у самих, у этих людей. Потому что в этом салавате, который они читают, есть нур посланник Аллаху алейхиссалам, который они получают от своих учителей. Далее, дорогие братья, один из признаков любви к посланнику Аллаху алейхиссалам является оживление сунной пророка Алейхиссалам. Чтобы мы, и в хадисах тоже сказано, тот, кто оживляет сунной пророка Алейхиссалам, тому вознаграждение 100 шаидов. В наше время, дорогие братья, мы хоть думаем, что оживляем сунной пророка Алейхиссалам относительно религии, может, мы и соблюдаем некоторые пункты. Но как относился пророк Алейхиссалам к своим соседям, близкому человеку, к жене или к мужу, женщинам, или людям, камням, животным, неодушевленным предметам, как у вас здесь сказано. Поэтому, если у меня отношение, как у пророка Алейхиссалам, пускай себе задаст вот такой вопрос. Вот к этому тоже, дорогие братья, чтобы у нас был, чтобы мы соблюдали сунной пророка Алейхиссалам, пусть Аллаху тала и в этом нам поможет. Далее, один из признаков любви является, дорогие братья, чтобы мы любили и наследников пророка Алейхиссалам. Истинных алимов, ученых, аулияу, шейхов, потому что в наше время, аль-хамду лиллах, у нас в Дагестане их очень много, из-за того, что они есть, мы не ценим и нет уважения с нашей стороны, дорогие братья. В хадисе же сказано, что аль-улема варататул анбия, что алими, они являются наследниками пророка. Они продолжают ту миссию, которую делал пророк Алейхиссалам, распространяют лилму. И в книгах написано, дорогие братья, мы же себе позволяем наше время. За них тоже мы гибать делаем. В адрес них тоже мы говорим плохо. В книгах написано, Тот, кто совершает гибать за алима, за факиха, в судный день этих людей могут определить. На лбах этих людей будет написано, Ай-Исуми рахматиллях, леченый милостей Всевышнего Аллаха. Чтобы, дорогие братья, не оказаться в числе таких людей, давайте будем их уважать, пока они у нас есть. И чтобы мы извлекали максимум от них пользу, дай Аллаху тааля им тавфет и здоровье, чтобы в дальнейшем таким образом они нам передавали знания. Вот это тоже, дорогие братья, является признаком любви к пророку, алейхиссалату ассалам. И Аллаху тааля в Коране тоже связывает его любовь с любовью к пророку, алейхиссалату ассалам, дорогие братья. Поэтому мы должны стараться с каждым днем усиливать любовь, чтобы мы оживляли суннаты пророка, алейхиссалату ассалам. И в конце хочу и привести, и рассказать одну историю, когда посланник Аллаху, алейхиссалату ассалам, находился при смерти, ангел смерти приходит и просит разрешения войти, и вместе с ним приходит ангел Джибрил, алейхиссалам, и они спрашивают, если есть желание, последнее желание, скажи, мы постараемся исполнить. И посланник Аллаху, алейхиссалату ассалам, говорит, если есть радостная весть, что меня ждет, вот сообщи. На это говорит ангел Джибрил, алейхиссалам, что Аллаху тааля говорит, что севра – это рая для тебя открытый, через который ты можешь войти. На это посланник Аллаху, алейхиссалам, говорит, это не радостная весть. Нету, что ли, другой благой вести для меня? На это тоже они говорят, что все небесные ангелы, они тебя ждут, готовятся к встрече с тобой. На это тоже посланник Аллаху, алейхиссалату ассалам, говорит, это тоже не радостная весть. Перечисляет несколько израильских благ, на это посланник Аллаху, алейхиссалату ассалам, говорит, это не радостная весть. Какая радость для моего умата, говорит И это время Аллаху Тааля передает И ангел Джибрил А.С. говорит Что Аллаху Тааля говорит Что ты и твоя ума первыми войдете в рай, говорит Рай запретен предыдущим уматам И для их пророков Пока ты и твоя ума не войдет в рай Вот это мое желание, говорит Исполнилось мое желание И дал разрешение приблизиться Ангелу смерти Вот таким образом забрали душ Вот таким образом, дорогие братья, за нас с вами Просил посланника Аллаху А.С. Давайте же подумаем Ради посланника Аллаху А.С. мы что делаем Пусть Аллаху Тааля примет мочлис И соберет нас нашим пророком Мухаммадом С. в районе Ва саламу Алейкум Ва рахматуллахи Тааля Ва баракату Ва баракату А.С. в районе